Всем эмми пацаны, сегодня у нас фараон, будет очень много интересных обработок, и меня по-прежнему зовут Стас Гарфпро, давайте поехали. Темп 142 удара в минуту, и первым делом добавим инструмент контакт, ведь именно в нём будет играть наша главная гитарка. А именно я решил использовать Electric Sunburst Deluxe Melody. Мне здесь нравится пресет Clean Blue и сразу же аккорд, тональность ре, и мелодия звучит как-то так. Только, естественно, всё это нужно продлить. Первый так звучит такт, и второй начинается сразу с ноты, которая как бы не совсем входит в наш лад. На самом деле она входит, и звучит вот так. Конечно, первым делом мы сделаем что? Настроим Velocity, и как-то... Если вам кажется, что я сделал это абсолютно рандомно, то вы правы. Теперь сразу отправим на второй канал микшера, и на него закинем, конечно же, RC20. Выкол, 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 буст. Вот так. Теперь самая главная фишка. В чём она здесь? В дилеях. Потому что с дилеями всё звучит круче. Я использую HDL Wave, классик, пинг-понг, 1 четверть. В это давайте на 26. Очень неплохо, почти то, что нужно. Но чего не хватает? Ответ ещё одного дилея. Да, я знаю, я тут буду много дичи творить. И на втором дилее мы ставим 1 восьмая. Отпускаем в него ещё больше высоких частот. Фидбэк убавим. Чтобы было вот это... Как бы почти всё. Но Saturn никто не отменял. Вот здесь идём, Clean Tue. Чуть-чуть подбустим. Но самое главное, нам нужно убавить вверх. И вот так. Ещё есть несколько сомнительная идея. Поставить сюда Drum Shaper. И вот так вот сделать. Attack 80, Sustain, So. Чтобы гитара была позлее, чтобы пики сильнее ощущались. Затем капельку эквализации. Как-то вот так. Make Dynamic. И 2K. Чуть прижмём. Ну, просто потому что, по-моему, в оригинале так же сделано. Ну, или плюс-минус так же. Ещё есть одна сомнительная обработка. А именно поставить на первое место A1 Stereo Control. И убавить стерео до процентов 40. Зачем? Смотрите, у нас получается тело гитары становится более по центру. И стерео появляется только за счёт дилеев. Потому что они у нас пинг-понг, я напоминаю. Ну, и компрессор под конец просто, чтобы чуть поплотнее и погромче было. Без обработки. С обработкой. Оно того стоило. Окей, теперь добавляем второй инструмент. Там что-то такое низкочастотное. Отыгрывает какие-то дополнительные аккорды. Я для этого взял свой любимый Close Grand. Ритм у них вот такой. Играют они ниже. И вот этот мы сделаем подлиннее. Вот так. И дублируем. Вот так. Здесь перетаскиваем на G. Там не совсем это, но что-то подобное там точно есть. Я просто решил подобрать подходящий звук. И закинем сюда тоже RC20, чтобы получить какой-то такой звук. И на эквалайзере вырежем дофига середины. Ну и когда вступит бас, мы все равно его уберем. И кстати, напишите в комментариях, какая песня с Million Dollar Depression вам понравилась больше всего. Я его еще полностью не слушал, потому что я делаю этот ролик. Но на момент выхода ролика, скорее всего, послушаю этот альбом. Короче, напишите, какая песня вам понравилась больше всего. И почему. Мне будет очень интересно почитать и сравнить со своим мнением. Теперь добавим свистульку. Я возьму ее в Analog Lab 5. В целом вы можете взять любой Sign, Lead. Почему я взял именно Analog Lab? Потому что здесь в поиске можно набрать Whistle, а именно свистулька. И это именно тот звук, который нам нужен. И вот он. Мелодию пропишем на нем вот такую. Она играет. За что вы любите мои ролики? Конечно, за то, как я напеваю мелодии. Потому что это самая лучшая их часть. Нет. Из F-переход. Тоже фаршлаг. Так. Потом вот так. Потом дублюжер вот так. И здесь будет вот так. Вот так. И добавим тоже по фаршлагу маленькому. Звучит вот так. И закинем сразу на четвертый канал микшера. И сюда тоже закинем Retro Color. Для того, чтобы сделать... И вот так из пейса до половины. Ну и Baby Comeback можно закинуть. Включаем Ping Pong тоже. Переключаем на Straight. Чуть просто убавим Feedback. И Wet Out. Ну и можно собрать группу инструментов, на которую... Первым делом, конечно, падает J37. Мой любимый пресет. Подрежем еще немножко низа и... И серединку чуть-чуть. Ну и можно немножко подрезать Side снизу. Но не обязательно на самом деле. Но можно. Ну и конечно же центр стерео. Low, High, Punch. Центр минус 1.6. И Side плюс 1.4. Пофигу сойдет. Пришло время перейти к 808 басцу. И вот так, вот так, вот так. Как обычно, собственно. Для 808 баса Close Grand мы уберем. Вот это все копируем. G. Тут, 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 тут. Я чуть не пропустил самое сложное. А именно Clap. Выделяем. Готово. И как обычно, скачать этот проект можно будет, как только это видео соберет 3333 лайка. А где его можно будет скачать? У меня в инстаграме. Ссылка на мой инстаграм в описании. В этом проекте все сложные партии, естественно, будут зарендерены в WAV. И, естественно, все меди-партии останутся. Вы сможете поковыряться в нем гораздо, гораздо, гораздо более детально, чем я показал на видео. И посмотреть, может быть, вдруг я внезапно от вас что-то утаил. Если вам уже нравится этот видос, то смело ставьте заслуженный лайк. И очень скоро вы сможете скачать проект и поковыряться в нем вдоволь. Ну и на мой канал, конечно же, подписывайтесь, чтобы следующие такие интересные разборчики не пропустить. А в Клэпе я забыл сделать следующее. Экью. Чуть убавим. Клип. Оп. Чтобы он стал чуть позлее, погрязнее. И следующим нашим пациентом станет вот этот хай-хетик. Повторим с ним ту же самую процедуру. Буста еще чуть-чуть тут надо. Ну и, конечно же, тут есть несколько пробежечек на одной, второй. Ctrl-U и вот так вот. Переключимся на одну треть. Ctrl-U. Вот так, правой кнопки. Теперь выделяем наверху. И после этого выделяем наши пробежки. Нажимаем Ctrl-B, Ctrl-B. В конце у нас будет небольшое изменение. Вот этот переместится сюда. Вот это вот так уберем. И оставим только вот это. А вот там как-то так. И с Open Head все еще проще. Первым делом атака, hold на максимум. Release. Оставим как-то вот так. Еще среди ударных будет два дополнительных снаера. На первую очередь Dream Shot. Boost EQ чуть убавим. Второй снаерк, клип. EQ. В конце нажимаем Ctrl-U и будет такой. Нужно не забыть о е-бойности. Shift на хэтах покруче. Кик. Ему я ничего крутить не буду. Играть он будет вот так. Теперь можно скинуть все это на микшер. На передателе я переименую, потому что ужасно длинные названия. И сразу соберем группу всех ударных, кроме кика. На бас можно закинуть эквалайзер. Обязательно переключить в Natural Face, потому что фаза, бас, туда-сюда. Это важно. Подрезать ему немножко mid-bass. Но это конкретно для этого случая, потому что очень плотный бит. И серединка чуть-чуть. Это очень резкие действия. И совершенно не всегда они нужны. Еще такой интересный плагин есть. BXBoom от плагина Альянс. Кик мы его закинем. Чуть-чуть крутанем. Буквально на 13. Он просто сделает более насыщенными низкие частоты в нашем кике. Еще, вы знаете, я хочу добавить перегруза. Вот так. Вот даже почти экстремально. Еще давайте немножко дадим густанок клиппере. Немножко выведем бас. За счет того, что приберем инструменты. Нужно на хэтах и на пробежках что-нибудь сделать с панорамой. Конкретно в данном случае я просто нажму Alt-R и вот. Теперь закинем F-фильтр Saturn в нашу группу ударных. Чип-клинтьюб опять. И закинем волшебный плагин, который порекомендовал один из самых вреданных зрителей, наверное. Он творит магию. Которая не всегда применима, но здесь подходит идеально. И, конечно же, кидаем сразу стереорасширитель. Вот так вот, чтобы сильно высоко ничего не расширялось. Я хочу низ тоже ударных подбустить. Дадим еще густанок мастере. Вот, мне так, мне так прям очень нравится. Делаем Spring 2 Channel и время структурки. И вообще, я понимаю, что я делаю разбор не всего трека, а основной его части. Потому что там в конце есть очень интересный, но очень сложный бридж. И на видос его разбирать будет очень долго. Но если вы об этом напишите в комментариях и наставите кучу лайков, то я пойму, что вам это интересно. И на стриме отдельно расскажу про все детали, которые, ну скажем так, не влезли в видос. Если вам это действительно интересно, то напишите об этом в комментариях. И мне на стриме сделать это будет совершенно несложно. Надо включить обратно Close Grand. Потом пропадает Close Grand, появляется 808-й бас, хай-хеты. Причем уникальный паттерн хай-хетов без всех верхних пробежек. И в середине этого паттерна будет пауза вот такая. И ставим сюда наш вхисел. Вот так, вот так. Чтобы было. После этого добавляется здесь рим и снэр. А потом полный паттерн ударных, да. Потом вот так вот. Затем снова полный паттерн. Но с паузами. Паузы примерно вот такие. Вот здесь должен быть еще один паттерн с паузами. Но мы, наверное, его отпустим и вставим сюда свистульку. Как часто хочется вставить. Просто вот такой паттерн будет играть и все. Никаких намеков. После этого у нас идет такая интересная довольно штука. Давайте возьмем вот это. Выделим вот здесь. На групповой канал наших инструментов кинем Half Time. Чтобы не рисовать автоматизациями, просто его заресэмплим. И теперь дублируем его и жмем здесь Make Unique. Чтобы сделать ему реверс. Возьмем вот этот кусочек. Поскольку все развернулось, нам тоже нужно его развернуть вот этим венотке и получить. Для него мы можем нарисовать Automate Volume. Ага, мне нравится. Это играет вот здесь, а перед ним идет паттерн. Один в один, как во вступлении. Но там еще есть какой-то эффект. Я точно такой же не нашел. Нашел подобный. И закинем сюда Age Delay. Классик Ping Pong. Одна восьмая. Dry Bad 50. Аналог выкол. И очень длинный фидбэк в районе 80. Наверное, можно еще и реверк бы сюда бахнуть. Так, вот так. Size на максимум. Decay. Давайте 6 секунд. Чтобы хвостик от хвоста дилеев гитары был подлиннее, можно одну нотку поставить. Вот так. Да, то, что нужно. Последнее, что осталось сделать, еще чуть-чуть поддадим буста на клиппере. И вот после этого фрагмента идет сложный бридж, который, если вы хотите, то я отдельно разберу на стриме. И, наверное, на этом можно закончить. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный биток. Как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Если это видео показалось вам капельку интересным, чуть-чуть полезным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить следующие интересные разборы битов, просто полезные видео по битмейкингу в FL, обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться внизу также будет в конце видео. И не забудьте посмотреть другие видео на моем канале. Понравилось это? Другие понравятся точно. И с вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...